Здравствуйте! Кто меня знает, кто не знает, зовут меня Серега. В первую очередь хочется выразить слова соболезнования всем родным, близким, коллегам, погибших на шахте или связанной. Это прискорбно все. И невосполнимый утратор для всех и каждого, для кого эти люди были отцами, братьями, детьми, друзьями, просто хорошими знакомыми. Пусть все, кто действительно допустил и способствовал этой трагедии, понесут соразмерное наказание тому, что они допустили такое. И считаю и думаю, что многие меня поддержат. Хочу привести пример работы одного из угольных предприятий города Новокузнецка, в частности, шахта Большевик. Своим молчанием, согласием и безразличием отношения к происходящей ситуации в угольной отраслих. Мы порой сами делаем свою судьбу. А я, в свою очередь, не понаслышке знаю и могу утверждать, что руководство, фактически любой из шахт Новокузнецка, допускает грубейшие нарушения на предприятиях. В погоне за планом добычи, ну и, соответственно, за прибылью, забывая при этом о том, что цена, прежде всего, жизни, здоровья шахтеров, тех, кто непосредственно участвует в рабочем процессе. Сам я до недавнего времени работал в подрядной организации, непосредственно осуществлял свою деятельность на Большевике. Организация, конечно, в которой я устроен был волшебная, зарплата черная частично, на порядок оклад ниже, чем за аналогичную работу, но на предприятии, на шахте, на самой, у работников шахты. И самое главное, подземного стажа у нас не было и, скорее всего, и не будет. Не знаю уж, как они там это все замучивали, но, тем не менее, так оно и есть. Работая в шахте, я увидел, что повсеместно нарушается техника безопасности, не соблюдаются должностные инструкции работников, происходит повсеместно нарушение коллективного договора, профсоюз в лице правкома не защищает и не преследует, не отстаивает интересы рабочих, а лишь слепо подписывает и выполняет все распоряжения руководства предприятия. Ну, вот такой у них профсоюз интересный. На некоторых участках происходит откровенное воровство средств из фонда заработной платы. Путем проведения дополнительных смертей, которые, согласно коллективного договора, обязаны платить в двойном размере, но доплата этого уходит на нужды руководства, скажем так. То есть работникам она не идет. Вот эта двойная упряжка, которая... Проектирование выработок, в том числе очистных забоев, происходит с грубейшими нарушениями, ставя под угрозу жизнь и здоровье людей, и затрудняя добычу угля, соответственно. А виновники, а вину за это, перекладывают на рабочих. Ну, как считает руководство, что шахтеры, сами мужики, то есть хузнецы своего счастья, соответственно, как они будут добывать уголь своими силами какими, так он и будет у них, ну, как бы, план идти, да. Забывая о том, что нарушение выработки крутая, там, она круто наклонная, там, и так далее, давит, там, газует, это как бы посредственно. То есть должны херачить, должны зарабатывать деньги предприятия. Повышение зарплаты вообще происходит лишь на бумаге, реально только у руководящего состава, путем всякого рода махинации, применения необоснованных штрафов и наложения взысканий. Так, ввиду последних событий в связи с пандемией, вместо того, чтобы контролировать соблюдение техники безопасности непосредственно на рабочих местах руководства, именно шахты «Большевик», в лице Анчкова Николая Владимировича, это зам по технике безопасности, промбезопасности и экологии, нашли очередной повод для наказания работников. Это прививки, ношение масок в комбинате, ну, и так далее, вытекающие все из этого последствия. Причем наказывают не только рублем, но и прямым увольнением, то есть невзирая ни на что, что у людей кредиты и так далее, и тому подобное, дети маленькие. Ну, им, в принципе, похеру на это, насколько я мог понять. В том числе прохождение и сдача периодических ежегодных экзаменов на знания техники безопасности и по профессии вообще происходит, по принципу привился-здал, не привился-не сдал, о чем они в окрытую форму заявляют, и что является еще одним из моментов давления на рабочих. И таких горе-УТБшников по предприятиям области, как угольной, так и остальных предприятий, не счесть, мне кажется, потому что на каждом предприятии есть такие люди, которые считают, что они могут с рабочим сделать все, только потому, что они являются каким-то там начальником, а уж тем более замдиректора, и занимать такую должность великую. Ну, при каждой возможности, опять же, дают понять, что правила и распоряжение руководства шахты распространяются только на рабочих, то есть они не распространяются на высокопоставленных, скажем так, сотрудников. И ни один отзорный орган, куда бы ни обращались работники, не встает на сторону людей. И люди по этому поводу от сознания необходимости, от осознания безысходности, извините, вынуждены все это терпеть. И все вот это терпение, с одной стороны, и чувство со стороны работников абсолютной безнаказанности и вседозвольности приводит к необратимым последствиям. И в заключение хочется призвать рабочих шахт перестать бояться говорить правду. Правду о том, что действительно происходит на угольных предприятиях, да и не только на угольных города Новокузнецка и области в частности. И чтобы нас не удерживало кредиты, либо давление со стороны работодателя, руководство, боязнь потерять работу, ничто из этого не может перевести, извините, перевесить чашу, на которой находится наша собственная жизнь. о здоровье и будущем наших детей. Поэтому нельзя молчать, а нужно бороться, соблюдая всех. Поэтому не нужно молчать, а нужно добиваться соблюдения всех прав и норм. Бороться за свою жизнь, весь рискуем в конечном итоге мы, а не они. Не забывайте, что всех нас ждут дома, живых и здоровых. Ещё раз прошу искренне, извините, волнуюсь, ещё раз приношу искренние соболезнования родным, близким, семьям погибших, земляным пухом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова